В клубе активное долголетие гостей всегда встречают радушно, песнями, чаепитием, угощением. Вице-президент подмосковной торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов навестил Одинцовских долголетов в библиотеке номер один. Сегодня уже третье совместное мероприятие, проведенное с Игорем Леонидовичем. По его приглашению мы посетили город Нарафаминск. Также совместно с общественной палатой и представителем ветеранских организаций мы были в музее Зои Ксмодемьянской. И вот сегодня Игорь Леонидович посетил наш клуб в городе Одинцово и воочию убедился, насколько активно, насколько продуктивно мы занимаемся, насколько проект «Активное долголетие» развивается в принципе в городе Одинцово и в Одинцовском округе в целом. В клубе поют, танцуют, рисуют, шьют. Каждый находит занятие по душе. Результаты поражают, признается Игорь Шаповалов. Куклы ручной работы, эксклюзивные броши и даже театральные костюмы. Вот это другая техника изготовления цветов. Вот они тоже изготавливают цветы для шляпок, для арсиеводов. Совсем разная техника. Это техника приближенная к технике папье-маши. Мастерицы с удовольствием демонстрируют свои работы, рассказывают о планах на будущее. Дорогого гостя приглашают на долгожданное событие – собственный спектакль. В конце июня у нас будет спектакль. Письма жителей Одинцова, которые были на войне, которые пережили, что такое оккупация, кто был в тылу. И это, ну знаете, мы считаем, что это нам очень повезло, что нам доверили так вот выступать. Поэтому приходите к нам. Приглашение принято. Пожелания по развитию клуба учтены. Партийный проект «Старшее поколение» необходимо поддерживать, уверен Игорь Леонидович. Такие активные, творческие и талантливые пожилые люди – хороший пример для молодежи. Костяк такой активный. И постоянно люди хотят развиваться. Актив ищет новые горизонты, новые точки развития, новые точки роста. Это не может не впечатлять, потому что это правильная, абсолютно активная позиция. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.